Христос Воскресе, дорогие телезрители! Мы поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением и вновь приветствуем на страницах тележурнала «Кузбасский Ковчег». Сегодня в нашей программе. Православные христиане празднуют Воскресение Христова. В Кемеровской епархии прошел традиционный пасхальный архиерейский прием. Благодатный огонь прибыл в Кузбасс из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Владыка Аристарх отправился в пасхальную поездку по Кузбасской митрополии. В Кемерово прошел фестиваль детского творчества «Пасха в красках». В рубрике «Паломничество» мы вспомним о путешествии кузбасских вдов по Святой Земле. Душа моя, ликуй и пой, наследница небес, Христос воскрес, спаситель твой, воистину воскрес. Так ад предсильным изнемог, из гробовых верик, Из ночи смерти Сына Бог и с Ним тебя воздвиг. Из света вечного Господь сошел в жилище тьмы, Облегся в перст, оделся в плоть, да не погибнем мы. Неизреченная любовь всех таинств высота, За всех свою святую кровь Он пролился креста. Чистейшей кровью Своей нас, падших, искупил От мук и гроба, и сетей, и власти темных сил. Христос воскрес, спаситель мой, воистину воскрес. Ликуй, душа, Он пред тобой раскрыл врата небес. 20 апреля в праздник Светлого Христового Воскресения В Кемеровском епархиальном управлении состоялся ежегодный архиерейский пасхальный прием. Его традиционными участниками стали митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев, епископ Мариинский Юргинский Накентий, представитель администрации области духовенства. Возложив цветы на могилу первого управляющего Кемеровской на Кузнецкой епархии архиепископа Сафрония, гости посетили Знаменский собор, где поставили свечу, поклонились праздничной иконе и поздравили прихожан с праздником. Я очень рад вас всех видеть. Очень много было народу, очень много. Я сегодня был в тесовне на шахтах, но в Кузнецке, раньше, в поселке Кузнецка. Столько детей было. Молодые, во время года, 2 часа ночи, они же пришли лицами, поведели души. С праздником вас больших, как называется, царь всех праздников. Христос воскресе! Христос воскресе! Военний, военний, военний! Христос воскресе! Военний, военний, военний! Христос воскресе! Военний, военний! В епархиальном управлении гостям был представлен праздничный концерт в исполнении детского творческого коллектива «Детского дома Покров» при Свято-Успенском женском монастыре и фольклорного ансамбля «Лукошка» из деревни Малый Корчуган Топкинского района. Проснула жизнь от вечной спячки, Усилась в таха на навес, Запела песнь, и все узнали, Что вновь для нас Христос воскрес! Пришла весна, ее так ждали, Зазеленел угрюмый лес, Мир крикнул радостно в восторге, «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» Ребята поздравили со светлой Пасхой, Вручив им конфеты и денежную премию от губернатора. Дети, в свою очередь, Преподнесли почетным гостям сувенирные пасхальные корзинки. В ходе приема гости познакомились также с новыми экспонатами И фотоматериалами экспозиции Патриархи в Кузбассе, А также с пасхальной выставкой детских рисунков и поделок, Предоставленных воскресными школами Кузбасской митрополии. Каждый год на Пасху происходит чудо. Благодатный огонь или Святой Свет Сходит на гроб Господень в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Ранним утром 21 апреля авиарейсом из Москвы Благодатный огонь был доставлен в Кемерово. Святыня прибыла и в Кузбасс. Встретив в Кемеровском аэропорту делегацию с благодатным огнем, Его доставили в Знаменский кафедральный собор, Откуда лампады с частичками Великой Святыни, Духоветство и прихожане храма в Кузбасской митрополии Смогут развести по своим приходам и домам. Пользуясь сегодня услугами нашего прогресса, Стал возможным огонь доставить в кратчайшие сроки на самолетах, Вот в частности у нас в Кузбасс и другие регионы. Это благодать Божия, чудо Божие, как крещенская вода, Которая снисходит с неба. Есть такая уверенность у людей, что не зайдет огонь, Значит, уже милость Божия окончена в существовании нашей земли. Поэтому все ждут, выражение этого огня, Говорит о том, что Господь даст время жизни на нашей земле. Это чудо Божие, которое снисходит с неба. И вот мы сегодня соприкоснулись с частицей вот этого мирового значения, Всего мира, планетарного масштаба. Вот он сейчас здесь у нас на Кузбассе, Вот благодатный огонь с гроба Господня. Первым свидетелем схождения благодатного огня был апостол Петр. Узнав о воскресении Спасителя, он поспешил к гробнице И увидел там, где прежде лежало тело, удивительный свет. Две тысячи лет этот свет каждый год нисходит на гробе Господним благодатным огнем И подтверждает обещание воскресшего Христа. Я есть с вами во все дни до скончания века. В первый день Светлой Седмицы началась традиционная пасхальная поездка Митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха По всей Кузбасской митрополии. Владыка спешил лично поздравить с праздником Светлого Христового Воскресения всех кузбасовцев. Христос воскресе из ветвых, смертью смерть поправ, Исущим от гробежи Бог даровал. Христос воскресе из ветвых, смертью смерть поправ, Исущим от гробежи Бог даровал. Владыка спешил лично поздравить с праздником Светлого Христового Воскресения всех кузбасовцев. Первая остановка произошла в Новокузнецке. В соборе Рождества Христова Владыка Аристарх совершил божественную литургию. Среди присутствующих на богослужении были представители мусульманской общины Кузбасса, привыкшие поздравить Владыку и прихожан с праздником Пасхи. Пасха – это действительно для верующего человека праздник и веры, и надежды, и любви. Потому что именно он наполняет подлинным смыслом земную человеческую жизнь и утверждает в сердце каждого человека несукрушимую надежду на самое лучшее, светлое и прекрасное будущее. С праздником вас всех возглавляем! Христос воскресе! После богослужения Владыка возглавил праздничный пасхальный крестный ход вокруг собора. После праздничной литургии архипастырь особо поздравил с воскресением Христовым учащихся и преподавателей Кузбасской православной духовной семинарии. Вечером того же дня Владыка совершил праздничное вечернее богослужение в храме архистратига Михаила в городе Новокузнецк. На этом поездка в Владыке не завершилась. Его ожидали осенники, Междуреченск, Прокопьевск и другие города и храмы Кемеровской области. Христос воскресе! Люди, братья, друг друга в теплые объятья! Спешите радостно принять! Забудьте ссоры о скорблении! Да, светлый праздник! Воскресенье! После того, как Жена Мироносица узнали о воскресении своего Учителя Иисуса Христа, первым делом они понесли эту радостную весть в дома своих соседей и друзей, в своей общине. Приходская община и сегодня играет немаловажную роль в деле нашего спасения. Вместе мы молимся в храме, вместе приобщаемся к святых тайн, и вместе мы радуемся воскресшему Спасителю. Доброй традицией для прихожан и воспитанников Воскресной школы Никольского собора стала организация детского пасхального фестиваля «Пасха в красках» в первый день светлого праздника. Фестиваль, в общем-то, составляется силами матушки Ирины, директора нашей Воскресной школы, преподавателей. Ну, а сами участники фестиваля – это воспитанники нашей Воскресной школы. Есть и которые сейчас учатся, и есть которые уже отучились, остались нашими прихожанами. И вот, в общем-то, ихними силами этот концерт создается. Сегодня мы как бы уже с матушкой Ириной разговаривали, и у нас пришла такая мысль, что коли вот это действие называется фестиваль, то надо как-то расширять рамки участников. И поэтому, я думаю, будет очень полезным приглашать воспитанников из других Воскресных школ, чтобы этот фестиваль был более ярким, более интересным, и собирал больше людей, для того, чтобы смотреть и вместе с нами радоваться вот этому светлому празднику. «Будьте как дети», – заповедал Господь. Такое важное событие, как спасение человечества, дети воспринимают со свойственной им простотой, искренней радуясь и славе Господа. Каждый коллектив делился радостью праздника, как умел. Одни в стихах возвещали весть о Пасхе Господней, другие возносили ему молитвы, третьи своим актерским мастерством пытались показать добрый пример милости и любви к ближним. Вы простите, дорогие старики, но будить вас было не с руки, вас порадовать хотел хоть одним из добрых дел. В храм с утра я покатился, святой водою окропился, и на Пасхе праздник ясный вам принес яичек красных. «Солнце, пляжи, ты играй, Бог всю тварь восслабляет, от земли и до небес, все твои, Христос, воскрес!» Много детей пришло, и они с удовольствием смотрели, и играли от души, и зрителей тоже собралось порядочно. Это приятно. И погода сопутствовала нам тоже хорошо. «Сегодня вся земля ликует, сегодня небо торжествует, звучит евангельская весть, хвала Христу, Христос воскрес!» Церковь – это семья. Если человек хочет жить с Богом, то он неминуемо ищет себе единоверцев. Объединенные одной верой и одной целью люди становятся ближе друг к другу. Любовь, терпение, милость передаются из поколения в поколение. Так зарождается приходская община – Церковь Христова, которую, по слову Спасителя, не одолеют и врата Адовы. ПЕСНЯ 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 Безбородый юноша однажды вышел из дверей родного дома, чтобы весь жар своего горячего сердца отдать иноческому житию. Вдохновлял его пример старшего брата, который уже давно был монахом. Звали юношу Георгий, а по месту и монастырю, где начал он свои чудесные подвиги, прозвали его Хазевитом. Монастырь Георгия Хазевита Монастырь Георгия Хазевита находится в глубоком каньоне, буквально провалившемся в иудейскую пустыню. Добраться сюда можно только пешком. Мы сейчас находимся в пустыне и посещаем монастырь Георгия Хазевита. Это очень трудный участок для паломников, потому что, к сожалению, мы не можем подъехать прямо к монастырю на автобусе, и паломникам самостоятельно приходится сначала спускаться в довольно глубокое ущелье, а потом подниматься к монастырю, чтобы приложиться к святым мощам. Сюда и отправились кузбасские паломницы, вдовы и матери погибших горняков, чтобы воочию увидеть быт и устройство монастыря Дейр-эль-Кельт. Так называют этот монастырь арабы. Раскаленное солнце не экзотика здешних мест, а суровая данность. Но пограничные кресты, как дерева, хоть и не отбрасывающие тени, но живоносные, поддерживают путников на трудных участках дороги. И вот монастырь. По свидетельству монахов, живших здесь еще в VI веке, монастырь был основан египтянином Иоанном, прозванным впоследствии Иоанном Хазевитом. А до него в пещерах подвязались пятеро сирийских отшельников. Их могилы и сегодня находятся под монастырской часовней. Все в монастыре выстроено с одной целью – направить ум к молитве. Только за молитвы приходят сюда паломники. И только ради молитвы здешние иноки терпят трудности пустыни. По выходе из монастырского храма небольшой притвор с усыпальницей преподобного Георгия Хазевита и святого Иоанна Нового. Высоко в скале над колокольней монастыря находится пещерный храм Ильи Пророка. Здесь Илья жил в уединении. По ответственным скалам ущелья небольшие дверки и кресты над ними. Они указывают на кельи отшельников и теперь еще обитаемые. Возвращение от святыни всегда чудесно. Несмотря на тяжелый путь, усталости как не бывало. Как дошли? В легкую, в легкую. Нормально. Кому как, мне легко было. Это мы поднялись. А отлично прогулялись. Хорошо. Чувствуешь себя отшельником. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин